эй всем привет мои маленькие любители gates of hell вот наконец-то мы продолжаем динамическую кампанию и в этой серии нас ждет оборона она обещает быть очень напряжной и тяжелой ведь совет спамят как артиллерии и пехотой так и танками а как вы понимаете на первую оборону у нас с вами нет ни шевронов не колбочек не звездочек что ж это все что я хотел сказать разве что поклянь чуть-чуть лайки и подписки на канал а также прошу вас досмотреть это видео до конца что ж не смею вас задерживать приступаем к обороне ох ребятах чуваки не представляю вообще что сейчас сделать как выстраивать оборону абсолютно нет никаких идей и соображений я взял вот такие вот грузовички с по я подумал то что я лучше возьму их чем полноценная по вот так как для него надо брать грузовик желательно с снарядами а так как я сейчас не располагаю особо большим количеством колбочек да и в принципе шевронов поэтому решил вот так вот сэкономить и взять их на базе грузовиков чтобы они быстро доехали и в случае чего могли быстро ретироваться в другое место так также давайте несём сюда все ящики так также несём сюда бойцов так надеюсь они сейчас не будут застревать на мосту так как это довольно любимая проблема гуха застревания на каких-то таких вот препятствиях наподобие мостов каких-нибудь переездов вот между речками очень любит там бот застревать также сам какой-то юнит уже на самой карте есть он очень любит не просчитывать его в маршрут и врезаться в него и в итоге стопится за чего полностью рушатся все планы по обороне помню эту карту когда-то давным-давно мы обронялись на ней карта в принципе но тяжелая на самом деле для обороны так как бот начнет идти через речки через вот это все тут вот видите такие холмистые местности будет очень-очень тяжело оброняться но я думаю мы справимся тем более учитывая то что еще сейчас оборона растянута аж на целые полчаса учитывая то что мы сто процентов потеряем одну точку так как у нас нету никаких укреплений как видите на точках нет абсолютно никаких союзных войск и соответственно оборона увеличится где-то примерно в полтора раза то есть думаю минимум 40 минут будет идти наша оборона это на самом деле очень грустно так как я постоянно жаловался то что обороны очень длинные из-за этого они однотипные скучные в них ничего нового не происходит из-за этого очень тяжело вот эти вот все обороны было проходить они были душными атаки намного интереснее в них так сказать если пожелать в них есть чуть-чуть и обороны в них и в них есть и атака в них есть все а вот оборона это чисто вот сидишь и отстреливаешь болванчиков минут 10 не минут 10 и даже там больше сколько наверное минут 20 20 иногда 40 иногда час отстреливаешь ну короче не очень не очень не очень мне это нравилось вот как я говорю вот видите застрял не смог прочитать маршрут и застрял это мне не нравится вообще так я поставлю наверно вот сюда вот танчик куда-нибудь я просто сейчас еще боюсь представить просто что будет у советского союза как я вам и сказал он спамят как пехоты такие артиллерии так и техникой будет очень тяжело но ребят я постараюсь выстоять ради вас я постараюсь ребята выстоять если вы стою то я мужчина и вы подписывайтесь на канал если они выстоят она я лох и не отписывайтесь от меня пожалуйста я наверное еще ребят пропущу фазу подготовки с вашего позволения так как и так оборона ждет довольно долгая на сейчас тут будет самая наверное скучная фаза это подготовки к бою так сказать подготовка к обороне подготовка к принятию сражения поэтому я и выжжу и уже увидимся на так сказать острие обороны на начале вражеской атаки и так как вы можете наблюдать совет пошел в атаку и щадить у нас не собирается слова совсем тут как есть легкие танки батэхи так есть и тяжелые а и тяжелая говоря средний т28 ой 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 как как тяжело и опасно ладно это не самое страшное самое страшное это еще орды пехоты которые идут по нашу душу думаю 128 надо справляться в первую очередь чтобы он не доставил нам вообще никаких проблем также нам сейчас могут доставить проблемы ребят и обыкновенные вот такие вот танчики т28 они нам могут доставить проблем ребят а хлеще по хлеще любой пехоты как вы видите первый боец у меня уже погиб так надо надо стараться чуваки их него их не убивать полностью именно выбивать я должен подальше по идее стрелять надеюсь отлично сгорел блин жалко жалко то что он сгорел ну да ладно так пока несем потери несем потери небольшие но почему-то грузовик не видит то что стрелять надо это очень грустно это очень ребята грустно мне очень ой как не нравится то что они вот отсюда вот пруд ой как мне это не нравится ребят так отлично попал так нам надо сейчас стараться это все не уничтожать а как-то выбивать чтобы она все просто без этих без бойцов сидела есть еще какая-то техника вражеская вот смотрите а так ты еще живое что ли но дружище тогда держи еще т-35 ужас я надеюсь моей зенитки хватит чтобы уничтожить его погиб по моему тут еще один мой боец окно зенитки у меня тут трудятся по идее должны да надо не давать им подбираться к моим владением так сказать это мое болото советские бойцы а пока ух не накаркать бы пока вроде все идет более-менее так сказать в нашу пользу но уверен то что это всегда все так будет платка просто сейчас условно какая-нибудь а штука наподобие т-35 может полностью перевернуть весь ход сражения не в нашу пользу как вы понимаете я бы хотел чтобы из игры полностью вывели получается офицера который посылает арт удары хотя бы до чтобы он появлялся только на финальном этапе чтобы просто хоть чуть-чуть облегчить жизни простым работягам которые играют в этот мод так лечить и бойцов ребята о нет что-то с моим танком твою ж мать то его подбил можем бт х не бт х т20 вот как я и говорил все пошло уже не чуть-чуть не в нашу пользу надо выхать чуть-чуть из зоны комфорта и разобраться с этими танками бт 2 до 2 мертвого что насчет т-35 вот это чудовище бы нам вот этот крейсер бы нам убить сейчас как можно быстрее по-моему он сгорит отлично чуваки все до 35 повержен ребят т-35 повержен победа будет за нами нет еще один т-35 ребят 8000 очков как вы можете заметить еще очень 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 долго я бы даже сказал оборону нам надо держать тут но я думаю ребят мы с вами справимся мы с вами не такое переживали да ребят лично первое попадание отлично убил я кучу танкистов замполитов убиваю штрафники это все лично еще попадание но попаданиями одними не отделаешься этот бы крейсер ребят нам бы его просто повредить а уже в будущем бы его для своих нужд бы захватить неплохой танк относительно для против пехоты как вы видите сейчас основная проблема это даже не столь танки сколько невероятное количество пехоты то этот танк просто будет незаменим лично как он надоел мне ребят вы не представляете этот танк также там какой какая-то по мне штука стреляет батэшка 2 там еще что-то страшное едет боже блин жалко то что подорвал но блин она очень глаза мозолит твою мать ублюдский танк умри уже наконец таки нет то что о боже вы посмотрите еще один ребята это невозможно просто невозможно нормально воспринимать вот вы посмотрите на количество этих тяжелых танков я бы даже сказал не тяжелых это сверхтяжелые танки вы посмотрите на их количество раз два три третий танк уже подряд едет тяжелый у меня один работяга бедный который кое-как справляется у меня вопрос кто отсюда по мне шмаляет какой это танк а ну вот ребята танк полностью взорван танк полностью взорван уничтожен но так как разработчики посчитали то что бот должен иметь право садиться в эту технику как вы могли видеть то что он сгоревший стоял вы могли это видеть бот садиться все равно какие-то выстрелы производит что-то делает поэтому я не знаю как тут играть честно может быть тут лучше стоит уничтожать полностью технику может вот так вот как этот от трофеев избавляются разработчики чтоб не трофели это конечно все только мои предположения я не знаю но отлично повредил и надо убивать вы посмотрите еще один т28 12000 всего ребят очков что минусы это что т26 лично т35 с этой стороны так ребят надо брать знаете что разбираться с тем-то 35 пробитие пробитие ужас там еще два танка раньше у мода хоть какая-то логика была как мне говорили то что у бота тоже есть очки которые он тратит сейчас у бота похоже безлимитные очки или он тоже играет щитами вот мстит мне только не грузовик гнида ужас еще каких-то два легких танка едет я просто я не знаю себя где ощущаю как будто не знаю это не война это просто закидывание меня мясом уничтожение унижение но но это не война ребят это все что угодно но это ну не вне обороны это все что угодно но не оборона еще это еще не конец не вопрос а первую оборону вообще возможно ли прожить это вы представляете еще без тумана войны на среднем уровне сложности просто можете себе представить что происходит тут на хардкоре у меня сейчас просто банально не хватает техники просто банально ребят не хватает техники охренеть два танка на той точке 3 извиняюсь танка на той точке еще один т-35 едет ко мне еще одна орда их пехоты тоже идет ко мне о нет ребят только не это только не моя троечка только не моя троечка только не моя троечка давай ублюдский танк давай чё ты думаешь ты сильнее ни хрена там билборд ходячий корабль вот идут и потери мои уже не отхватывают точку ребят не отхватывают точку твою же мать только не точка ублюдки они ящики угоняют мои там еще один т-35 едет 15 тысяч очков как я это должен обронять просто нет 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 уроды она же горит вы видели она мигала красным но она же горит это почему она по мне стреляет надо что мертво не должно убивать меня твою мать нет только не троечка 300 125 это невозможно вы понимаете это невозможно это невозможно ребят не уж ты это последнее подкрепление я не верю у меня на карте осталось несколько юнитов только это поражение ребят я не буду никак это комментировать но давайте лучше объясните вы мне в комментарии дорогие подписчики что я сделал не так она потому что практически чуть ли не 1000 юнитов мне кажется это перебор мне кажется то что это перебор немножко вернули мне всего 1314 у меня сейчас должна быть опять атака давайте вы мне напишите расскажите что я не так сделал что надо сделать может быть стоит начать все сначала конечно я не буду записывать первую серию я сразу ну сам без записи про такую и запишу опять оборону уже учтя все ошибки и что я сделал не так но потому что я вроде бы все сделал по те науке и вроде все сделал правильно но слишком 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 много слишком много пехоты бойцов я не смог выдержать абсолютно я не знаю у меня нету слов просто как это даже комментировать просто 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 нету слов очень жду ваши комментарии по этому поводу ребят что лучше без записи начать заново или как мужчина как воин продолжать на этом сохранении когда я уже скорее всего одни не смогу тут выиграть победить жду 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 ваши комментарии все ребят думаю вы поняли меня с вами был неудачник ричард с первым поражением всем удачи и всем пока а